Нам дикторы с улыбкой на лице расскажут о родном Череповце. Желаю, чтоб 12 канал всегда на телевидении блистал. Поздравляю тебя, дорогой 12 канал. Мы с бабушкой любим тебя смотреть, особенно новости. Это очень интересно. В стихах, прозе, но главное души. Поздравить первый городской с 25-летним юбилеем пришли самые преданные зрители. Многие признавались, не просто смотрим канал 12, любим тех, кто работает по ту сторону экрана. Екатерина Мужковская, она мне очень нравится, как человек. Я всегда смотрю ее телепроекты, как она ведет. Можно сказать, что она мне очень нравится, и я хочу пожелать ей в будущем всего-всего хорошего. У телевизора я сижу, с нетерпением в него гляжу. Хочу увидеть Кучеренко веру, вере, очень верю. Особенно я хочу поздравить Светлану Злобину и Анатолия Холина. Свои личные поклонники нашлись практически у всех моих коллег. Кстати, два часа посетители Милютинской ярмарки согревали ведущие дружественной нам радиостанции «Трансмит» Екатерина Крайс и шеф-редактор канала «12» Евгений Макеевский. Более чем уверен, что это самый популярный телеканал из региональных каналов в городе Череповце, потому что к нам обращаются и с просьбами, и с бедами обращаются, и с радостью. Тоже нам звонят и говорят, вот расскажите, мы тут-то победили, тут-то мы завоевали. Вот таким именно должен быть региональный канал. И тем не менее, канал «12» – это не только новости. Обратить внимание на детские программы решили организаторы специального конкурса. Юным череповчанам предложили самим нарисовать талисманчик детских проектов нашей телестанции. Всего на конкурс было прислано 122 работы. Победители выбирали сотрудники канала «12». Дети нарисовали замечательных талисманчиков. И плюс к этому они еще придумали им название. Добрые, ласковые, две наши, две насики. Теперь будут у нас в эфире. Обязательно мы используем работы тех, кого мы выбрали. А выбрали мы 12 победителей. И каждый ребенок одинаково из этих 12 считается победителем. Призы среди победителей разыгрывались путем жребия. Главный подарок «Большого медведя» получила Варя Жиронкина. И с ее легкой руки канал «12» стал первым освещательным. Я нарисовала лимпу в виде лампы. Я делала уроки, посмотрела на лампу и придумала лимпу. Работу всех участников можно увидеть на официальной странице канала «12» ВКонтакте. А все поздравления телезрителей мы будем показывать в эфире между программами до конца этого юбилейного года. Поздравляю канал «12» с юбилеем. Очень интересные сюжеты, всегда позитивных много новостей. Свой телевизионный прорыв канал «12» совершил в 1991 году. Тогда малюсенькую телестанцию полюбили все череповчане. И тогда и сейчас о канале «12» говорят свои. С юбилеем канал «12»! Вера Кучеренко, Виталий Присмотров. Новости. Если ты садёж на 145- Продолжение следует...